В эфире телеканал Огродная Плюс, время программы «Званый гость». Меня зовут Алла Аначко. Здравствуйте. Вскоре дворик Гродненского музея истории религии превратится в настоящую оранжерею. С 19 по 21 мая здесь пройдет фестиваль «Феерия цветов». Чем организаторы мероприятия собираются удивлять и будоражить наше воображение, и что необычного на этот раз ждет посетителей акции «Ночь музеев», которая пройдет 20 мая. В студии «Званого гостя» ведущий научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии Вера Хвечина и декоратор-флорист Вера Баркевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера Ивановна, впервые в нашем городе проходит такой фестиваль «Феерия цветов». Как возникла идея провести в нашем городе такое необычное ароматное мероприятие? С чего все началось? Ну, началось все, конечно же, с идеи нашего сотрудника, заведующего отделом иудаизма, Бениамина Ефраимовича Иерусалима. Вот он... То есть мужчина предложил? Да, мужчина, который очень любит нашим дамам дарить цветы. И вот он, увидев, наверное, композицию из цветов, он вдруг, в общем-то, загорелся этой идеей. И, конечно же... Женщины, конечно же, его поддержали. Поддержали, да, действительно. Тем более, что в этом году весна очень ранняя, и природа быстро стала пробуждаться. Это весеннее настроение витало просто в городе. И, конечно же, само название, оно, в общем-то, так и просилось. Да, вот «Феерия цветов», действительно. И в нашем дворике будут представлены 8 флористов, ведущих флористов нашего города, которые держат пока в тайне, что они... Так, то есть участие в мероприятии принимают только наши гродненские флористы, так? Да, да. Вот. И, конечно же, будут представлены самые разнообразные. То есть дворик будет утопать в цветах. Конечно же, это будут живые композиции. Это будет стена из мха и стабилизированных цветов. То есть цветов, которые не вянут в течение многих лет, 3-5 лет. Ну, это флористы мне более подробно расскажут нам всем. Ну, и, конечно же, мы создали целую программу, чтобы люди смогли получить настоящий праздник, настоящую феерию чувств и, конечно же, среди цветов. Обязательно здесь увидят и, конечно же, дефиле, поскольку девушки будут одеты как флора. То есть они будут у нас прекрасными, они будут все в цветах. То есть получается, это не то, что просто ваш дворик будет украшен весь красивыми там композициями. Так еще будет и какие-то параллельно проходить мероприятия, будут участвовать какие-то там коллективы. То есть это такое мероприятие не на один час. Туда можно будет прийти и провести не одно время. Будет ли там возможность, чтобы прямо на моих глазах родилась какая-то интересная композиция? Вера Ивановна, расскажите, вы принимаете участие? Да, я думаю, что будет. Мы хотим сделать такую программу, чтобы можно было наших жителей города, наших гостей удивлять чем-то. Поэтому я уверена, что каждый из флористов сделает что-то особенное для того, чтобы в течение всех этих трех дней были какие-то интересные, может быть, мастер-классы, какие-то показы, вот модели дефиле, девочки будут очень красиво одеты, у них будут украшения сделаны из цветов. Ну, то есть все три дня это будет очень красочно, красиво, и в любое время, я думаю, в какое бы гости ни пришли, в этот прекрасный дворик, они найдут что-то для себя очень красивое и полезное. А вы давно связаны с флористикой? С флористикой уже около восьми лет я занимаюсь флористикой. Именно стабилизированные цветы, это последнее направление моей деятельности, около трех лет. Что значит стабилизированные цветы? Стабилизированные цветы – это цветы, которые при срезке ставятся в специальный раствор. И у них их естественный сок растения заменяется вот на этот стабилизированный раствор. Это раствор глицерина, а другие компоненты, они держатся в секрете производителями. И получается, естественный сок заменяется на этот раствор, и цветы просто сохраняются годами. Свою свежесть, свой прекрасный вид и цвет сохраняют годами. То есть вот эти вот удивительные композиции, которые сейчас стоят вот на этом столе, могут до пяти лет не терять своей красоты и при этом не требуют никакого ухода? Никакого ухода. От трех до пяти лет, в зависимости от цветов. Растения до десяти лет даже сохраняют свою свежесть. Эти цветочки, они не притягивают к себе пыль, так как, допустим, искусственные. Поэтому они стоят очень долго и не требуют никакого ухода. Не надо поливать, ничего не надо с ними делать. Но, может быть, тогда все-таки не так все легко и просто. Где-то же какой-то, наверное, момент есть. Может, они аллергические. Вот можно ли их поставить в той же самой детской комнате для того, чтобы украсить детскую? Это именно те цветы, которые очень хорошо ставят в детских комнатах и в других местах, где люди подвержены каким-то аллергическим реакциям. Потому что эти цветы не аллергенны. Состав, он очень экологический и он очень безопасный. Если другие какие-то комнатные растения могут вызывать какую-то аллергию, то эти цветы нет. Поэтому можно не бояться. То есть вы на этот фестиваль придете вот примерно с такими композициями и будете нас удивлять все, что вот можно сделать из стабилизированных цветов, так? Но на фестивале еще также принимают участие и флористы, которые будут работать с живыми цветами, так? Да, конечно. Им какая-то была задана тема для композиции или тут полет фантазии не ограничен? Полет фантазии полный. То есть просто каждый кусочек, площадь определенной дворика нашего музейного закреплена за каждым из флористов. То есть двор будет практически утопать в цветах. И вот это настроение, оно должно присутствовать. Конечно же, настроение будет поддержано еще и музыкой. Вот. Смогут... Здесь будет представлена еще и студия современного танца «Адепт» под руководством Натальи Новик. Вот. То есть можно будет и потанцевать, послушать музыку. То есть наслаждаться красотой, будем по звуке музыки. И даже можно еще зафиксировать вот эту всю красоту. То есть будет еще такая фотокабинка, фото за одну секунду. То есть эмоции на весь вечер и память вот на все. Можно будет сфотографироваться прямо там, возле понравившейся композиции. Да. А что-нибудь будет такое необычное? Ну, например, там корзина из гладиолусов, фрукты из хризантем, там браслет из гвоздик. Вы знаете, должна сохраняться определенная тайна. Поэтому флористы даже нам об этом... Естественно, будет, да. И каждый флорист, он немножко держит в секрете для того, чтобы удивить чем-то. Поэтому мы всех приглашаем, и я думаю, что каждый найдет что-то особенное для себя. А кого в первую очередь хотели бы увидеть вы в гостях на этом фестивале? Это больше для нас, для женщин, прийти и удивиться, привести своих мужчин, любимых, и сказать, вот видишь, какие красивые композиции, мне срочно надо вот такое же чудо, чтобы было у меня в комнате. Или это для детей, или это для, не знаю, для каких-то там, вот именно для флористов. Вы знаете, наверное, здесь любой возраст и любая категория, потому что романтика, она присуща, наверное, абсолютно всем. И детям, и взрослым, и старшему поколению. Это просто действительно вот такое подаренное нашим гродницам настроение. Вот. Я хотела сказать, что будет здесь еще элемент такой таинственности. Будет представлено Тесла-шоу. Значит, такое представление, то есть там будут сверкать настоящие молнии, которые можно будет... Ну, это очень красиво и очень безопасно. Да, вот поэтому... Это в какое-то определенное время начнется такая мероприятие? Вы знаете, да, программа, то есть как бы обозначить можно... Но я смотрю, что очень много всего, да, входит вообще в фестиваль. Поэтому для того, чтобы уже более подробно познакомиться, наверное, есть смысл зайти на сайт Гродницкого музея истории религии. И там уже точно будет расписано все по часам, да, что во сколько, и чтобы ничего самого интересного не пропустить. Конечно. И, в принципе, можем только сказать, что программа начинается в пятницу, 19 мая в 15.00. Это открытие фестиваля. А завершается в 20.00 в субботу с 11 утра и до 6 часов вечера. А потом продолжение вот этой же цветочной темы наступит уже после 8 часов вечера, когда весь наш город в этот день отмечает ночь в музее. Так, это тема цветочная. То есть цветы, это, конечно, страшная сила, и ей будет посвящен не один день. Вера, вот скажите, ну я знаю, что для того, чтобы композиция состоялась, но первое, на что надо обращать внимание, это на гармонию. Не должен ни один цветочек выбиваться из общей композиции. Еще какие-то правила есть вообще? Можно ли флористом там стать за один день? Или это такая наука, которую надо изучать и очень даже серьезно? Вообще правил, конечно, очень много. И это наука, которую надо изучать. Но я хочу сказать, что в первую очередь этот талант человека должен быть, его видение и то, что в душе. Потому что каждая композиция — это частичка тебя, когда ты ее создаешь. И очень часто композиции, они где-то похожи на своего создателя, да, можно сказать такое. Очень часто делаешь под кого-то композицию. Приходит заказчица, и ты видишь ее типаж, ее цветовую гамму, и ты понимаешь, что ей близко, и делаешь под нее. Когда делаешь просто вот для себя, для настроения, или как вот на выставку, когда не ограничено, ни в каких-то рамках, то тогда делаешь то, что нравится именно тебе, для твоей души. Научить можно кого угодно и чему угодно, но обязательно должно быть внутри. А много времени уходит на создание одной композиции? Зависит от композиции и в зависимости от настроения. Иногда, знаете, сядешь, и очень-очень быстро ты понимаешь, что ты хочешь, ты это видишь, у тебя есть представление в голове, и ты это создал. А на некоторые композиции надо, бывает, я их отставляю в сторонку, проходит время, я возвращаюсь, дополняю, и тогда уже получается красивая картинка. А что вас вдохновило на создание такого удивительного зонтика? Сначала я создала вот эту вот композицию. А зонтик у меня просто был, стоял он рядышком, и он был не задекорирован. Я понимала, что он очень какой-то простой, что хочется что-то добавить. И я решила, что очень красиво они сочетались бы с этим букетом. Ну и вот так получился такой зонтик. И если кто-то к вам подойдет и спросит, Вера Ивановна, ну расскажите, пожалуйста, как вот можно создать, где черпаете вдохновение, откуда берете свои какие-то такие интересные идеи, вы обязательно поделитесь тем, что знаете. Так мастер-классы какие-то будут проходить на фестивале? Я думаю, что мы постараемся показать нашим гостям вообще, как это может быть, немножко как создаются композиции. Ну и, как я уже говорила, это, наверное, настроение человека. И постараемся это настроение передать нашим посетителям, и пускай попробуют, может быть, что-то создадут сами красивое. И если это получится, то вполне можно продолжать. Цветов получат в городе Гродно постоянную прописку. Так, Вера Ивановна? Ну, будем надеяться, да, потому что это красиво, это действительно удивительно. Это волшебство, которое создают своими руками вот наши флористы. Ну, хочу сказать сразу, что, собственно, тема цветов волновала. Ну, в общем-то, и во многие времена людей, допустим, существовал даже язык цветов, и очень хорошо его знали. Можно было, нельзя было в прямую сказать, точно так же, как существовал язык Вера, так же существовал язык цветов. То есть каждый цветок нес определенный смысл. И все, кто придет на фестиваль, если захочет, сможет познакомиться с этим языком цветов. Так? Ну, я думаю, что... Обучат, расскажут, мужчинам наших научат, что надо женщинам дарить в первую очередь, так? И как говорить, выражать свои чувства? Ну, хочу сказать, что мы эту таинственность оставили все-таки на ночное время. То есть это на ночь в музее, поскольку само название «Ночь в музее» у нас «Скажи» — это цветами. То есть вот это, собственно говоря... То есть каждый влюбленный мужчина, который хотел бы выразить свои чувства, может вечером, вернее, даже ночью прийти к вам, вы все научите, все расскажете для того, чтобы без слов, подарив букет, женщина сразу все поняла. Понял, да. Вот обучать и практику они будут проходить как раз именно на ночь в музее, а затем, в следующий день снова продолжается работа наших флористов, феерия цветов будет и 21 числа до 3 часов дня. Вот поэтому уже действительно подарить цветы и конкретно даже живыми цветами сказать, выразить свои чувства они смогут. Фестивалем заинтриговали. 20 мая у нас «Ночь в музее». Вера Ивановна, на этот раз какая главная тема? На что будет сделан акцент? Так, ну, конечно же, это у нас, я уже сказала, название «Скажи это цветами». То есть вот эта цветочная тема волшебная, волнующая, конечно же, она снова продолжается. Здесь мы сможем пройти по, в общем-то, очень многим точкам в музее, потому что в этом году мы постарались пригласить как можно больше желающих. И, естественно, чтобы они все поучаствовали, вот они будут двигаться по разным точкам. И, конечно же, здесь будет звучать тоже музыка. Это эстрадно-симфонический оркестр «Нота-бэнд» под управлением Юлия Мельченко. То есть прямо под открытым небом будет располагаться оркестр, который будет играть всю ночь, так? Да, ну не всю ночь, до 12 ночи. Вся программа завершается в полночь, как это традиционно всегда так у нас бывает. И, конечно же, здесь смогут они и развлечься, поскольку будет программа юмора «Канкан», «Смеяться разрешается». Здесь, конечно же, будет еще и салон «Мадам де Флёр». Это, пожалуй, самая таинственная часть нашей программы, потому что здесь будет гадание по цветочному гороскопу. Дело в том, что, конечно же, все, наверное, знают, что природа – это, собственно говоря, то, что всегда хранило очень много секретов. И люди с давних времен присматривались и видели энергетику цветов, трав. Были даже те, кого называли ведуньи, знахари, которые знали, собственно, что значит каждый цветок. И, соответственно, вот родилась такая, ну, как бы есть такой гороскоп, который отождествляет каждый цветок определенно с определенным человеком. В зависимости от дня его рождения. То есть это все они, конечно, смогут узнать. Вера Ивановна, вы пойдете к гадалке, будете гадать? Вы вообще принимаете участие в ночь в музее? Мы принимаем это участие, но я немножечко отношусь к этому по-другому. Я христианка, и все, что связано с гаданием, это не для меня. Понятно. Но наверняка будут и другие очень много. У нас же всегда не только выставочные залы задействованы, у нас очень много площадок, работают под открытым небом, и наверняка будет еще много чего. Чем еще будете удивлять? Ну, хочу сказать сразу немножко, чтобы чуть-чуть расставить. Тем, которые также считают, как Вера Ивановна. Дело в том, что цветочный гороскоп – это просто как бы обращение к силам природы. То есть это то, в общем-то, что дает нам… Ну и наверняка он очень позитивный, правда? Да, очень позитивный. И один из этих гороскопов ничего плохого никому не будет предвещать. Да, это просто ты должен будешь как бы знать, что есть определенный цветок, на который ты больше похож. И он, в общем-то, где-то, наверное, тебя больше поддержит. Может быть, он будет где-то в горшочке у вас дома, может быть, вы его посадите где-то в огороде, в палисаднике, на даче. Но он будет, в общем-то, пользоваться вашим особым вниманием. Затем я хотела сказать, что полностью нельзя сказать гадание по руну, поскольку это не гадание. Это, опять же, не случайно обязательно руны, сделанные из природного материала. Это те вопросы, которые внутри нас каждого. И мы задаем эти вопросы просто Вселенной. И через природный материал мы получаем эти ответы. То есть вы как бы обращаетесь, это не гадание, это советы, которые дает вам оракул через прикосновение к природному материалу. А в данном случае это кора деревьев. Поэтому гаданием просто так, в общем-то, нельзя назвать. Ну, даже чисто из любопытства можно зайти и посмотреть, что нам предвещает, на какой цветок мы похожи, и действительно ли мы на него похожи. А что наши дети? Взрослым будет чем заняться. Дети, что смогут послушать, что смогут потрогать, что смогут посмотреть? У нас еще очень много заявлено таких интересных моментов в нашей Ночи музея, где смогут быть, кстати, и дети. Это, конечно же, значит, у нас, я уже говорила, что это будет и театр юмора Канкан. Вот, это будет выступление оркестра, музыка будет звучать. Конечно же, у нас будет работать еще и мини-кафе «Золотой теленок», где уже сейчас они готовятся к этому мероприятию, продумывать, что они для гродницов смогут сделать такое изысканное и интересное, чтобы, опять же, у людей вот оставить самое приятное впечатление. Ну, а дети у нас всегда сладкоежки, поэтому я думаю, что это тоже их будет привлекать. В бальном зале, поскольку музей располагается во дворце XVIII века, и, конечно же, все, допустим, язык цветов присутствовал на балах, поэтому будет возможность побывать в бальном зале и даже станцевать полонез, а именно полонезом открывались балы, узнать о том, кто открывал полонез, какая пара шла первой, и поучаствовать в этом тоже будут, смогут наши пришедшие на ночь в музее. Конечно же, будет еще и точка, где люди смогут познакомиться с языком веера, с языком мушек. Вот, есть, значит... Ну, я бы сказала, что здесь такая программа все-таки более женская получается на этот раз, так? Ну, в принципе, наверное, женщинам это все тоже, как бы, наверное, больше всего интересно, поскольку действительно это очень касается... Вот чисто для мужчин. Вот есть какие-то такие экспозиции, экскурсии, площадки, вот где действительно вот может собраться такая мужская сила, и вот для них вот какие-то такие интересные мероприятия? Ну, в общем-то, у нас есть, как я уже сказала, во-первых, и балы, где без мужчин мы, ну, никак. Они, собственно говоря, должны быть нашими, нашей опорой и, естественно, вести в танцы. Затем концерты, вот тоже, я думаю, что мужчинам тоже это очень понравится, и юмористическая программа. Я думаю, что и советы Оракула, то есть рунические, вот, значит... То есть мужчины, несмотря на то, что не будет там никаких вооруженных стычек, не будет никаких там серьезных таких мужских забав, тем не менее всех приглашаем, потому что как мы, женщины, будем без вас, даже если это и касается чего-то такого очень изысканного, красивого, и когда речь идет про балги, естественно, как же без них, правда? Ну, вы знаете, что мужчины у нас еще, конечно же, умницы, хотя я думаю, что женщины могут и поспорить. Там будет много красивых женщин, самих флористов и моделей, поэтому... Конечно же. Красоты будет много, посмотреть будет на что. Да, и можно будет проявить свое IQ. И быстрые реакции, вот, это квест-игра в музейных залах Арс Ботаника, где тоже надо будет найти предметы и, собственно говоря, шифровать, что же означают предметы, в которых присутствуют цветы, и самое, как бы, лучшее из представителей, и не только мужчины, потому что и женщины с ними постревнуются. Вот как вы все хорошо продумались. Значит, сначала наши мужчины идут на фестиваль феерия цветов, узнают все-все-все-все-все, что можно про всю эту красоту, а потом приходят в ночь музеев и отгадывают на все ваши вопросы, потому что они уже подготовлены и все ответы нашли. Так, Вера Ивановна, вы всему обучите наших мужчин? Естественно. Мы расскажем о том, какую красоту они несут, и как приятно нам, женщинам, получать цветы от наших мужчин, и какие цветы лучше нам получать. Вот об этом всем мы расскажем нашим мужчинам и научим, как правильно подарить цветы, преподнести их. Ну, еще, конечно, хотелось бы уточнить, все ли эти эксклюзивные экскурсии на все ли выставки, на все ли экспонаты будут бесплатными? Феерия цветов у нас тоже платная. Здесь можно будет купить билет единый на три дня. Ну, и те, кто захочет, допустим, прийти только один раз, где-то проходя в городе, может, это туристы наши, гости города, они смогут купить уже билет только на один день, то есть более дешевые. Ну, а те, кто захотят поучаствовать в еще вечерней программе, ну, естественно, там будут более дорогие билеты, билеты, которые позволяют быть участниками вот этого мероприятия, очень красивого. Опять же, продолжается все это в окружении цветов, то есть дворик будет весь утопать в цветах, и тем не менее там будет очень много всего интересного. Заканчивается ночь в музее песочной анимацией, которую, в общем-то, подарит нам и нашим гостям Вероника Поплавская. Я думаю, что вот живая музыка, кстати, балл, полонез будут танцевать, тоже под живую музыку. Вот это нота-бэнд, которая будет озвучивать музыку именно полонеза. Ну и всех приглашаем, конечно же, будем очень рады. Я думаю, что здесь смогут найти, в общем-то, и настроение, и, может быть, даже возможность проявить свой интеллект, быстроту ума, вот, и, конечно же, галантность, не только, ну, в первую очередь, конечно, наши мужчины гродненские, которые будут сопровождать наших дам, или, может быть, придут сами по себе, но я думаю, что действительно будет очень много красоты, и женской красоты, и красоты цветов. Подарки будут? Природные красоты. Подарки, да, обязательно. Я благодарю вас за беседу. Хочется надеяться, что и фестиваль феерий цветов, и ночь музеев вызовет очень огромный интерес у наших и взрослых, и детей, ну и что все пойдет на высшем уровне. Будем стараться делать все для этого. Напомню, в студии «Званого гостя» были ведущие, научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии Вера Хвечина и декоратор-флорист Вера Баркевич. Если у вас также есть чем удивить и что рассказать, звоните по телефону, который вы видите на своем экране. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!